Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у 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 нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Аминь! 28 августа. Житие преподобного отца нашего Моисея Мурина. В странах египетских проживал некий разбойник по имени Моисей, родом Мурин, эфиоплянин. Лицом мрачный. Первоначально он был рабом некоего славного господина, но по причине убийства, совершенного Моисеем, был прогнан тем господином и присоединился к разбойникам. Хиже последние, видя, что он был силен и обладал суровым характером, избрали его своим атаманом, вождем. Это повествуется святом Моисея ради того, чтобы было видно его исправление и чтобы было известно, каким образом Моисей от такой дурной жизни пришел к раскаянию и богоугождению. Ибо грехи святых, ранее бывшие, не утаиваются ради прославления милосердия Божия, которое отделяет честное от недостойного и из грешников творит праведников. Совершая разбой, Моисей вместе с товарищами производил много хищений, кровопролитий, творил много иных мерзких беззаконий и преступлений. Своей жестокостью Моисей прославился среди всех, ибо все боялись его. Из числа дел его разбойнических следует упомянуть о всем. Моисей питал злобу на одного пастуха, пасшего овец, за то, что сей пастух со своими псами, охранявшими стадо, воспрепятствовал некогда Моисея совершить злодеяние. Увидав однажды, что тот пастух пас овец по ту сторону реки Нила, Моисей замыслил убить его. Река Нил была переполнена водой по случаю разлива. Моисей, связавши свою одежду, привязал ее к голове, взял в уста меч и отправился в плавание по этой великой реке. Упомянутый пастух увидел Моисея еще и изоля, когда он переплывал реку, оставил овец и убежал с того места. Моисей же, переплыв реку, то не найдя пастуха, умертвил четырех крупнейших ягнят, потом, связав веревкой этих ягнят, и затем обратно переплыл реку Нил, взяв с собой ягнят, очистив этих ягнят от шкуры. Моисей съел мясо их, бывшее очень вкусным, а шкуру продал и на вырученные деньги выпил вина. Долгое время Моисей проводил жизнь в таких греховных делах, но однажды случайно он пришел в сознание, ибо Бог умилосердился над ним и призвал его к покаянию, так как при благии человеколюбивый владыка не ищет погибели грешников, но ожидает их обращения ко спасению. Сей грешник умилился сердцем, раскаялся в своих злодеяниях, оставил разбой из своих товарищей, пошел в пустынный монастырь и предал себя в повиновении и послушании игумены и братьям, более же всего самому Богу. Моисей пролил много слез и днем, и ночью, каясь о содеянных ранее грехах своих. Все поручаемые ему работы и послушания он исполнял неленостно и был славным иноком. Спустя некоторое время Моисей ушел в отшельническую келью. Здесь он жил один, помышляя о Боге, очищая теплым покаянием свои беззакония, совершенные прежде. Когда Моисей проводил такую покаянную жизнь, на него, находившуюся в теле, напали четыре разбойника, не знавшие, что то был Моисей, он же, будучи только один, поборол их, связав их на плечи, как в связке снопов, принес в монастырь к церкви, сказал братьям, «Что посоветуете вы сделать мне с ними? Я не должен никого обижать, но они пришли ко мне, и я взял их. А ты приказали ему развязать тех разбойников и отпустить их на свободу, сказав, мы никого не должны убивать». Разбойники же, поняв, что то был Моисей, ранее бывший их начальником, удивились в такой перемене жизни его и прославили Бога, сами же умилились, пришли в страх Божий и покаявшись стали славными иноками. И не только эти четыре, но и другие разбойники, услышав о своем вожде Моисея, что он покаялся и стал иноком, также оставили разбой и все греховные дела и стали добродетельными иноками. Итак, Моисей пребывал в трудах покаяния. Первоначально его обуревали греховными помышлениями бесы блудодеяния, разжигая похоть его и увлекая его к прежней блудодейственной жизни. Как он сам потом рассказывал братьям, говоря так, «Я претерпел столь великие неприятности, борясь с вожделениями плотскими, что едва не нарушил обета иноческого». Отправившись к Аве и Сидору при свитеру в скит, он поведал ему о своих страданиях от похоти плотской и сказал ему, святой Исидор, «Не смущайся, брат, ты еще новоначален, то есть только лишь начал подвязаться, и потому бесы с ожесточением нападают на тебя, думая найти в тебе прежний нрав. Для отгнания его советую тебе соблюдать повседневный пост и воздержание, и не насыщать вполне чрево своего». Подобно тому, как пес, привыкший грызть кости, выбрасываемого мясоторговцем, не уходит до тех пор, пока место торговли не закроется. Но когда торговля прекращена и нет уже никого, кто мог убросить псу что-либо для съедения, тогда он, истомившись голодом, отходит от места того. Так и бес блудодеяния находится вблизи человека, питающегося до пресыщения. Но если ты будешь постоянно соблюдать пост и воздержание, умерщвляя члены свои земные и заграждая дверь пресыщения пощением, не допуская войти в себя пресыщению, разжигающему греховное вожделение, тогда бес, как бы истомившись от голода, отойдет от тебя с печалью. Раб Божий Моисей, отправившись в келью свою, затворился в ней и пробыл в повседневном пощении, вкушая очень немного хлеба вечером после захода солнца. Весьма много Моисей трудился в рукоделии. Пятьдесят раз в течение дня вставал на молитву, совершая ее с коленопреклонением. Однако, несмотря на то, что Моисей томил с тела свое трудами и пощением, плоское вожделение влекущего греху не исчезало в нем. Тогда он опять пошел к Аве Исидору и сказал ему, отче, я не могу быть в келье моей, ибо меня обуревают страсти плоские. Блаженный же Исидор, взяв его, повел в верхнее отделение своей кельи и сказал ему, посмотри на запад. Моисей посмотрел и увидал множество страшных демонов, суетившихся и приготовлявшихся к борьбе. Потом Аве Исидор сказал, теперь обратись к востоку и посмотри. Посмотрев на восток, Моисей увидел бесчисленное множество святых, святоносных ангелов, также приготовлявшихся к борьбе. И сказал святой Исидор Моисею, те, кто на западе, поднимают брань на святых божиих, а те, кто на востоке, посылаются от Бога на помощь благим подвижникам. Знай же, что помогающих нам больше, нежели тех, кто восстает на нас. Моисей, будучи укреплен таким видением и словами старца, возвратился в келью свою и снова начал упражняться в обычном впощении и трудах молитвенном. Однако и после этого брань не оставляла его. Напротив, Моисей начал страдать еще более от врага, будучи разжигаем мечтаниями сонными. Посему, встав, он пошел к иному святому старцу, весьма опытному, и сказал ему, что делать мне, аво? Сонные видения помрачают умы, разжигая мою плоть, услаждая страсть и возбуждая меня к первоначальному греховному образу жизни, смущая меня привидениями. Старец отвечал ему, ты потому страдаешь, перенося то мерзкое наваждение, что не соблюдаешь ума своего сладострастных мечтаний. Сделай же так, как я говорю тебе, посвяти себя бдению, мало-помалу привыкни к нему и молись с бодростью, тогда ты освободишься от той брани. Моисей принял такой добрый совет от опытного святого наставника, возвратился в келью и начал обучаться всеночному бдению, то есть бодрствованию молитвенному в течение всей ночи. Он стоял посреди кельи всю ночь и не преклонял колен в молитве, дабы не предаться сну, но стоял прямо не смыкая очей своих. Святой пробыл в таком подвиге шесть лет. Но и таким способом он не мог избавиться от плоского вожделения, воюющего на дух. Ибо Бог попустил так, для того, чтобы преподобный был искушен, как золото в горниле, получил бы славный венец с прочими страдальцами. Спустя некоторое время мужественный инок измыслил новый тяжелый подвиг. Выходя ночью из кельи своей, он обходил отшельнические кельи старцев пустынных и, взяв водоносы, оказывавшиеся свободными при кельях, приносил воду, причем старцы не знали об этом. Вода находилась в отдалении от места того. Некоторые из старцев имели свои кельи за два поприща от воды, другие за три, четыре и даже более. Были и такие, которые совершенно не могли сами приносить себе воду за глубокой старостью. Таковым Моисей каждую ночь наполнял водой сосуды. Таковой подвиг святого Моисея был ненавистен дьяволу. По попущению Божий дьявол причинил святому Моисею такую неприятность. Однажды ночью блаженный тот трудолюбец наклонился в колодец сосудам некоего старца, намереваясь почерпнуть воду. В это время дьявол ударил с большой силой некоторым деревом по спине. Старец упал без чувства и лежал, как мертвый. Утром следующего дня к тому колодцу пришли монахи, дабы взять здесь воды, и увидели Моисея, лежащего полумертвым. Монахи пошли к великому скидскому Аве Исидору и рассказали ему обо всем. Он же, придя с братьями, взял Моисея и принес в храму. И был не нужен Моисей, как расслабленный, и страдал так, что едва выздоровел через год. Потом сказал ему Аве Исидор, брат Моисей, не увеличивай своей брани с бесами сверх сил, ибо и в дерзновении необходимо хранить меру. Непобедимый воин Христов Моисей отвечал на это. Я не окончу борьбы до тех пор, пока мерзкие мечтания сонные не оставят меня. Тогда Аве Исидор сказал ему, во имя Господа нашего Иисуса Христа, вот уже ныне оставляют тебя эти вожделения плотские. Теперь ты будешь в мире. Приступи же с дерзновением и причастись к божественных тайн тела и крови Христовых. Знай, что такая тяжелая брань плотская была попущена тебе ради того, чтобы ты не возгордился в уме своем, будто бы ты своими пощениями и подвигами преодолел страсти, и дабы ты, возгордившись, не погиб. Услышав эти слова, Моисей причастился к тайн божественных, ушел в келью свою и подвязался уже в мире, будучи свободен от ранее бывших обуреваний и проводя строгое постническое безмолвное житие. Спустя некоторое время Моисей был спрошен о том, беспокоит ли его страсти. Моисей отвечал, с того времени, как служитель Христов Исидор помолился обо мне, я уже не страдаю от плотского вожделения. После столь великих искушений блаженный Моисей получил мир душевный по милосердию Божию и проводил с того времени уже без искушений плотских жизней свою. Вместе с тем он получил от Бога великую власть над бесами, так что презирал их, как насекомых, и исполнился святой благодати Духа Святого и был славен среди подвижников. Так как святой Моисей прославился своим добродетельным житием, то о нем узнал и князь, правитель страны той. Этот последний отправился в скит, желая видеть Аву Моисея. Старец был извещен о том, что князь намеревался прийти к нему, чтобы видеть его, Моисея. Но Моисей, выйдя из келия, замыслил убежать в болото и тростник. Слуги же, бывшие вместе с князем, встретили его и спросили, «Где находится келия Аву Моисея?» Он сказал им, «Что вам нужно от него?» Старец тот неразумен, весьма лжив и проводит жизнь греховную. Они же, услышав эти слова, изумились и прошли мимо. И когда пришли к храму, то князь сказал клирикам, «Я слышал об Аве Моисея и пришел принять благословение от него. Но нас встретил некий монах, шедший в Египет, и когда мы спросили его о том, где живет Ава Моисей, то он охулил Моисея, назвав его старцем неразумным, лживым и проводящим греховную жизнь». Услышав это, клирики весьма опечалились и спросили, «Каков из себя был тот старец, который произнес сии хуление на святого мужа?» Они ответили, «Этот был старец высокий, мрачный лицом, в худой одежде». Клирики сказали, «Поистине, тот и был Авой Моисеем, но так как он не пожелал показать вам себя, не пожелал также и принимать почести от вас, то сказал вам о себе дурное, как бы о ком другом». Получив многую пользу душевную, князь ушел, прославив Бога. Так избегал преподобный Моисей славы и почестей людских, и чуждался беседы с приходившими к нему мирянами, хотя был гостеприимен, ибо принимал с любовью всех приходивших к нему, странствующих братьей, как о странолюбии его записано в отечнике. Однажды всем отцам пустыножительным было дано в скиту такое повеление, «Поститесь всю неделю эту и учините Пасху». Случайно некоторые странствующие братья пришли к Моисею из Египта. Старец приготовил для них немного вареной пищи, но когда его соседи увидали дым, то сказали клирикам, «Моисей нарушил повеление и варит себе пищу». Но клирики сказали, «Облечим его тогда, когда он придет в собрание, ибо все знали о постнических подвигах Моисея». Когда наступила суббота, Моисей пришел в храм к пению соборному, и сказали ему в присутствии всех клириков, «Отче Моисей, ты нарушил заповедь человеческую, но исполнил заповедь Божию». Повествуется также в житии преподобного Арсения. Некоторый брат пришел издалека в скит, для того, чтобы видеть преподобного Арсения, будучи приведен к Арсению, брат тот видел его, но не сподобился слышать слов его, ибо старец Арсений сидел молча, глядя на землю. После того странствующий инок начал упрашивать брата привезти его к Моисею, бывшему разбойникам, до пострижения выночества. Брат согласился исполнить его просьбу и повел его к преподобному Моисею. Когда они пришли к Моисею, то сей последний принял их с радостью, предложил им отдохнуть и подкрепиться пищей, и, оказав им большую любовь, отпустил их от себя. Дорогой скидский брат сказал пришельцу, «Вот ты видал и отца Арсения, и отца Моисея. Кто из них лучше, по твоему мнению?» Брат отвечал на это, «Лучший из них тот, кто принял нас с любовью». Один инок, узнав об этом, стал молиться к Богу, говоря так, «Господи, скажи мне, кто из них более совершенный и заслуживает больше благодати Твоей? Тот ли, кто скрывается от людей ради Тебя, или тот, кто принимает всех также ради Тебя?» Этот инок в ответ на молитву свою имел следующее видение. Ему представились два корабля, плывшие по какой-то очень большой реке. В одном корабле находился преподобный Арсений, и Дух Божий управлял кораблем его, соблюдая его к великой тишине. В великой тишине. В другом был преподобный Моисей. Кораблем же управляли ангелы Божии, влагавшие мед в уста Моисея. Проведя долгое время в трудах постнических, преподобный Моисей был сподоблен сана Пресвитерского, по некоему откровению Божию. И когда был произведен в первую степень священническую, то был обречен стихарь. При этом епископ сказал ему, «Вот Авва Моисей ныне весь бел». Моисей же сказал епископу, «Владыка, что делает священником, внешнее или внутреннее?» То есть, как бы сказал так, «Одежда ли, покрывающая извне человека, делает его достойным священства, или внутренние добродетели?» Епископ же, желая искусить Моисея, дабы увериться в том, действительно ли он раб Христов, имеющий добродетели внутри души своей, и сказал клирикам, «Когда Моисей войдет в алтарь, изгоните его, потом идите за ним и слушайте, что он будет говорить». Клирики так и сделали, изгнали Моисея из алтаря, сказав, «Выйди вон, Мурин!» Он же выйдет, и, став в отдельном месте, начал укорять себя, говоря, «Хорошо поступили с тобою, пёс, хорошо поступили с тобой, мракообразный эфиоп, ибо ты недостоин, и как ты осмелишься войти в святое место, ты не человек, как же осмелишься ты подходить к людям и служителям Божиим!» Услышав эти слова, святого клирики возвестили о них епископу. Тогда епископ приказал снова позвать Моисея в алтарь, и хератонесал его в сан пресвитера. Потом спросил его, сказав, «Что думал ты, отец, тогда, когда был изгнан, ты был возвращен снова?» Моисей отвечал, «Я сравнивал себя с псом, который, будучи изгнан, бежит, будучи же призываем, обратно возвращается быстро». И сказал епископ, «Поистине этот человек достоин божественной благодати, ибо Бог дает благодать смиренным». Подобно же испытание было с этим отцом и ранее, когда он был еще новоначальным. Ибо когда братья были все в сборе, в скиту, отцы пожелали искусить смирение Моисея и начали унижать его, говоря, «Для чего этот эфиоп ходит посреди нас?» Он же слышал это, молчал. Когда братья думали расходиться, то спросили его, сказав, «Отец Моисей, смутился ты или нет?» Он отвечал им словами псалма, «Сметоксе и неглаголах, то есть я переношу уничижение молча». Приняв на себя сам пресвитера, преподобный Моисей подвязался еще 15 лет, имея от рождения 75 лет. Собрав кругом себя 75 учеников, он скончался мученически таким образом, около 400 года. Однажды, находясь среди братьев, он сказал, «Вот варвары придут в скит, чтобы посечь монахов, встаньте и бегите отсюда». Братья же сказали ему, «Почему же ты, отче, не бежишь отсюда?» Но он сказал им, «Я уже много лет ожидаю того времени, когда на мне исполнится слово владыки моего Господа Иисуса Христа, сказавшего, «Все приемшие нож ножом погибнут». На это братья сказали ему, «И мы не побежим, но умрем с тобою». Но он ответил им, «Я в этом не нуждаюсь. Пусть каждый поступает так, как находит лучшим». Тогда братья убежали с места того, и только семь иноков остались при преподобном. Спустя некоторое время Истарис сказал им, «Варвары уже близко». Один из упомянутых семи иноков, испугавшись, убежал из кельи и скрылся в некоем месте. Варвары, войдя в кельи, умертвили святого Моисея и находившихся с ним шесть иноков. Спавшийся же от смерти инок, находясь в потаенном месте, видел небо отверстым и семь присветлых венцов, нисходивших с неба. После того, как варвары ушли, инок сей возвратился в келью и нашел Моисея и прочих иноков, умершленными. Тела их оказались лежащими в крови. Увидев это, инок тот начал плакать. Потом пришли остальные братья и с плачем похоронили умершленных иноков. Так окончилась жизнь преподобного отца нашего Моисея Мурина из разбойников, сделавшегося иноком и искренним раскаянием угодившего Богу. Так что ему, как мученику, отверзен был не только рай, но и самое небо. И он был украшен венцом славы. По молитвам его да наставит и нас на истинный путь покаяния и да сподобит и нас Царствие Небесного, человеколюбивый Владыка Христос, Бог наш, коему с Отцом и Святым Духом высылается честь и слава, ныне и всегда, и в бесконечные веки. Аминь. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Аминь.